42-летняя Елена Иванова на протяжении нескольких лет испытывала сильные боли в правой ноге. Она не могла ее сгибать и поднимать. Врачи диагностировали артроз правого тазобедренного сустава. С каждым годом болезнь прогрессировала и провела к атрофии мышц бедра и функциональному укорочению конечности. Если обратить внимание, контуры левого тазобедренного идеально круглые, ровные. Здесь головка, видно, деформирована. Вот зона импрессии в очаге асептического некроза. И головка, получается, превратилась в место идеально круглой, почти квадратная. Естественно, любые движения в этом суставе пациентке причиняли болевой синдром. Кроме того, Елена Викторовна страдает от ожирения. Ее вес составляет более 130 килограммов. По причине своего диагноза она не могла похудеть. Из-за веса многие врачи отказывались проводить операцию. И только травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров из Видновской клинической больницы согласился прооперировать женщину. У нас это, к счастью, не первый случай. Ну, в том плане, в том, что мы можем помочь таким пациентам. Была спланирована операция. Сейчас, на данный момент, она успешно прошла. В общем, если стандартно такая операция занимает около часа, но ввиду ее специфических особенностей, комплекции ее, где-то около двух часов шла операция. Врачи удалили пораженный тазобедренный сустав и заменили его протезом премиального класса. Через восемь дней после эндопротезирования пациентка чувствует себя хорошо и уже может самостоятельно поднимать и сгибать ногу. По рекомендации врача ей необходимо следить за весом, не носить тяжести и заниматься лечебной физкультурой. НПК сюда приходит, показывает нам упражнения, с нами занимаются, сажают, объясняют, что правильно, что неправильно, сколько раз нужно делать. И это каждый день происходит. А так занимаемся сначала с ними, а потом уже они приходят и смотрят, как мы это все делаем. Теперь Елена Иванова сможет жить полноценной жизнью и благодаря восстановленной двигательной активности получит возможность привести себя в оптимальную физическую форму. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.